Компании китайские должны продавать активные мероприятия. То есть получать за них доллары. Я уж не буду сейчас говорить про то, что в результате доллар идет вверх, а все остальные валюты вниз. Это и так происходит. Но что они дальше должны делать с этими долларами? Поскольку если доллар подскочил, то через некоторое время он начнет падать. Значит, нужно на эти доллары что-то покупать? Что покупать? Потому что в мире сегодня активов мало реальных. Денег на то, чтобы скупать эффективные предприятия по всему миру у Китая и так есть. На самом деле менять шило на мыло непонятно для чего. Это первое. Второе. Китайская экономика, которая живет на экспорте в США. Все говорят и сравнивают китайскую экономику с экономикой с 30-х годов, не понимая, что Сталин в 30-е годы, в начале 30-х совершил очень важную вещь. Он создал на селе покупателя. Коллективизация это была, на самом деле, концентрация капитала на селе. В результате он создал внутреннего потребителя. Крестьянин, единоличник купить трактор не мог, а колхоз мог. Китай в начале 90-х должен был теоретически пойти по этому же пути. Он этого не сделал. В результате внутреннего рынка собственного в Китае нет. То есть те люди в Китае, которые сегодня являются потребителями, то есть у них есть много денег, чтобы покупать разные вещи, они эти деньги получили за счет экспорта китайских товаров в США. И как только в США падает спрос, в Китае немедленно начинаются проблемы, потому что начинает падать и их внутренний спрос. В этом смысле китайский спрос вторичный по отношению к американскому. Китай это не центр технологической зоны, как был СССР, сталинский. Китай это часть системы разделения труда с центром в США. Как только у США проблемы, в Китае еще большие проблемы. В этой ситуации Китай абсолютно не заинтересован в том, чтобы валить США. Это исключено. Но теоретически можно себе представить, что Соединенные Штаты Америки приняли какую-то очень жесткую политическую программу, что они там решили спровоцировать откол Тибета от Китая, Синдзян-Уйгурского автономного округа от Китая, ну или еще что-нибудь в этом роде. Теоретически такое себе представить можно. Практически, скорее всего, это крайне маловероятно, потому что у США ресурс стремительно сокращается, им бы не до жиру быть бы живу, и они скорее склонны с Китаем договариваться, вот как предлагал Бжезинский в рамках гипотетической схемы G2. То есть восстановление такого двуголового дракона, как это было в 60-70-е годы. Это, конечно, не вышло, потому что Китай совершенно резонно отказался, потому что он сегодня политически еще не способен управлять миром США на равных, а соглашаться на партнерство, когда ты меньший партнер, это означает априори проигрывать. И в этой ситуации я склонен считать, что это какая-то мулька, легенда, утечка такая не очень правильная. Другое дело, что Китай принял другое решение, с точки зрения мировой экономики ничуть не менее важное, но оно совершенно другое, потому что оно внутреннее. Китай принял меры, очень жесткое решение по сокращению спроса у себя в стране, точнее сказать, механизм стимулирования спроса. Дело в том, что в связи с тем, что падает спрос американский, китайские банки стали стимулировать внутренний спрос, раздавая кредиты. И в Китае за последний год, может быть полтора, стал надуваться жуткий финансовый пузырь. В результате китайские власти приняли решение о жестком ограничении кредитной экспансии китайских банков, вплоть до того, что для наиболее активных банков ввели специальные индивидуальные нормы резервирования. Вот это действительно важно, потому что это очень важный шаг к дефляционному сценарию в мировой экономике. Но в целом я считаю, что мысли о том, что китайцы начнут сейчас стимулировать уход из долларовых активов, это не соответствует реальности. Я в это не верю. По нескольким причинам. Причина первая. И Европа, и США должны костьми лечь, чтобы этого не произошло. Потому что если Китай захватывает всю Сибирь, понятно, он не остановится на Дальнем Востоке. Это просто невозможно в силу экономических причин. Если уж это начнется движение, то его не остановить. То тут даже и вопросов нет. Они вот до Урала дойдут точно. Но после того, как это произойдет, ну и, кстати, не только Урал, но и часть Казахстана, может быть, весь Казахстан. После того, как это произойдет, остановить Китай в рамках мировой экспансии станет практически невозможным. Ведь это абсолютно исключено. И в этом смысле и Китай, и США, и Европа должны, как я говорю, лечь костьми, чтобы этому не допустить. И Япония, кстати. Это с одной стороны. А с другой, для самого Китая освоение этих земель – это совершенно колоссальной сложности. Оно требует совершенно колоссальных денег. А самое главное – непонятно под что. Спрос-то падает. И это означает, что вам придется тратить ресурсы. Для чего? Вот вы построили железную дорогу, построили шоссе, разработали месторождение. И что? Оно будет просто стоять, потому что тех, которые существуют, уже достаточно. То есть, на самом деле, я склонен считать, что в самое ближайшее время экспансия Китая на север, она резко сократится. Потому что Китай, у него сейчас целая куча внутренних проблем, которые нужно решать. Ну и потом есть еще одна вещь. Если Китай начнет это делать, то он получит в качестве России заклятого врага. Ну, сегодня мнение России никому не интересно. Но, с другой стороны, с точки зрения Китая, это может означать расширение Европы до Урала. И в этом случае Европа станет игроком, сравнимым по мощи. И это тоже большой вопрос. То есть, на самом деле, мне кажется, что сегодня угрозы такой нет. Да, они будут осваивать часть наших месторождений. Более того, если бы мы их осваивали сами, они были бы не против. У нас на это нет ресурсов. Но только часть, очень небольшую, только то, что им остро необходимо, ну и так далее. Мы не можем осваивать то, что есть на Дальнем Востоке. Ну, просто у нас нет ресурсов. Теоретически, ну, это так можно рассматривать. Но, с другой стороны, рассматривать ситуацию с точки зрения психологии Советского Союза 70-х годов, ну, это просто нелепо. Мы не СССР и не 70-х годов. В 70-е годы мы могли делать все, что хотели. Сегодня мы, в общем, достаточно маленькая экономика, достаточно слабая страна, с очень слабым руководством, не имеющая никакой стратегии, никакой экономической политики. В общем, в такой ситуации надо вести себя скромнее. Продолжение следует...